Девушки отдыхают Добрый день Рад видеть всех У меня сегодня такое слово серьезное На самом деле я переживал Думаю, ну что сейчас никто не приедет Слово серьезное Ну не переживал на самом деле Ну так думал просто Ну как бы серьезное И в принципе Можно задуматься Даже Заморочиться Но я больше не хочу этим словом Как бы Прижимать человека В его там может быть Наши немощи А именно больше как мечту Такую вам Говорить Ну сначала Вот я пока молился У меня пришла Мысль Которую я должен поделиться Должен поделиться Как бы на камеру Вот с ней И хотел помолиться Просто за эту ситуацию Вот просто крутится она Я не могу Как бы вот ее убрать А суть заключается в чем Что верный в малом Помните, да? Будет доверенным больше Правильно? И если ты верен в чужом Верен в чужом Тому что довериться Попомни Своё Своё Очень странное такое Вроде как мышление Вроде как Нужно быть верным чужим Чтоб было доверено своё Как вообще своё Может быть доверено Да? Но Это именно своё Которое дано тебе Богом Да? Что-то Может быть Но я сейчас Да В данном случае Имею ввиду Например Дело какое-то Дело жизни То есть Что-то стоящее На самом деле Ради чего стоит жить В чем Что тебя вдохновляет Да? Вот это вот Уже твоё Знаете? Потому что Когда это твоё Уже никто не может забрать Понимаете? Поэтому Часто в наших жизнях Ну нам Мы ещё не обладали Чём-то действительно По-настоящему своим Что дано нам От Бога Что никто не может забрать Вот И Ну я больше хочу обратиться Как бы вот К рэтовским Наверное Людям И тем Кто вот нас слушает Те которые может быть Длительное время Были В творении В Божьем творении Посвящали свою жизнь Богу Да? На полном смысле этого слова Да? С полной серьёзностью С полной отдачей Долго прослужили там Да? Потом Ушли Да? Так или иначе Да? И И у меня вот слово Для всех этих людей Потому что я это слово Сам для себя получил То что Вы те которые были верны Чужок Вам Бог хочет доверить своё Но смысл этого То как доверяет Бог своё Вот как он Привёл людей к земле обетованной Вот он сказал Всё Земля ваша Но там Куча врагов Правильно? Там ещё Там ещё куча чего Нужно сделать Там куча решений Которых нужно принимать Да? Там туда нужно ещё дерзнуть пойти Это Бог говорит Это твоё Поэтому Я как верю Вот вижу сейчас Да? С прошествия вот этих Долгих лет С Может быть Конца 90-х Да? С 2000-х годов Когда мы были ещё молодыми людьми Мы попали в Божье творение И там возрастали Как христиане Мы можем к этому отнестись Как к некой школе Как к некому Ещё Ну Что-то сказали Ну мы молодые всегда будем Особенно наше поколение Это я не про это Но мы сейчас молодые Но уже мужички такие Да? Усов не хватает Бродо уже едет У меня? Есть? Я забыл С бородой не считается Ты приедет Уж ты с нами тоже Ну вот То что я как бы хочу сказать То что вот крутится у меня на сердце И Я считаю что здесь не должно быть никому обидно Да? И не должно быть обидно нашим отцам Которые да? Врету Которые нас Растили Учили Вдохновляли И учили нас служить Да? Я верю в то что это была некая подготовка Для того Чтобы иметь потом В дальнейшем Что-то свое От Бога Чтобы уже Вот в этом своем Еще больше может быть вложиться Еще больше посвятиться Чем мы посвящались Когда мы были Ну грубо говоря В армии Да? Или как это можно назвать Да? Потому что ну Естественных процессов Жизненных Их нельзя Их нельзя Обойти То есть мы в любом случае Рождаемся У нас детство У нас юность У нас армия Мы не сразу готовые Воины Христовы Такие рождаемся Правильно или нет? Поэтому мы просто должны Сейчас правильно Все на места расставить Да? Воздать славу Богу Воздать благодарность Отца Благословить их Попросить Бога Чтобы Он благословил нас И двинуться В то что Бог Хочет уже дать нам Правильно или нет? Вы понимаете нет? Нет Поэтому для меня это очень важно И я вот чувствую это Знаете что Ну И вот это вот время Этот рассвет Как бы силу Ну не такой длинный Он не бесконечный То есть тут зависит Действительно от нас Хотим мы включиться В это полностью Поверим ли мы Да? Что Бог дает Эту землю обетованную Да? То что нужно было этим людям Поверить то что Бог дает Но идти самим Правильно? И кроткий наследует землю Аминь И я уже долго Вот мне очень нравится Я у меня вот Я уверен что То как я сейчас понимаю Слово кроткий Это совершенно не как Вы понимаете Это слово кроткий Потому что Существует очень сильный Стереотип по слову кроткий Кроткий это вот такие Вот знаете Сидят кроткие Такие И наследуют землю Ждут когда наследство Им принесут Кроткие это Которые научились Взаимодействовать Друг другом Для меня больше всего Это означает Которые научились Терпеть друг друга Быть друг другом Понимаете Держаться друг за друга Да? Просто взаимодействовать Потому что Все скал кроткий И наследуют землю Во множественном числе Понимаете Для того чтобы Завоевать землю Богу нужно было Сделать народ сначала Понимаете его план Он сначала Он же не Аврааму Отдал землю Говорит Эту землю Я отдам тебе И твоим потомкам Но потом пошел Вот этот вот процесс Он их там туда Сюда водил Они вроде А чем мы не в земле Да? Там голод И можно было Дайте останемся в земле Забор построим Да придут завоюют тебя Понимаешь Не устоишь ты И Богу нужно было Вот этот вот план сделать Создать этот народ Да? Они выросли в Египте Стали многочисленными И потом пошли И то первое поколение Которое вышло Оно не смогло Войти в землю Потому что Оно двигалось Другими принципами У них написано Не было веры Да? Не принесло им Слово пользы Не растворенное верою Понимаете Они как бы Вот Шли больше Чудесами Знамениями Да? От того что Бог вел Сверхъестественным образом А когда нужно было Начать заходить Естественным образом В землю Они не смогли Начать Они просто не смогли Перестроить Свои мысли Своё мышление Потому что Всё их Грубо говоря Христианство Оно было основано На просто Такой вот Душевности И то что Бог всё сам будет делать Понимаете? А здесь Некий такой переход Существует Что делаем Оказывается мы И делать будем мы И в землю входить будем мы Побеждать будем мы И для этого нужно поверить Что у нас это получится Правильно или нет? И не просто как бы Поверить А начать даже делать 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 Каждый день Да? Есть враг Побеждать Есть задача Выполнять И вот такие кроткие Они наследуют землю Аминь? Поэтому я хотел бы сейчас Помолиться Просто Чтобы отделить эту тему Потому что Я считаю Что так Есть у меня это слово Хочу им вдохновлять Хочу вдохновлять Тех Которые слушают нас По видео Именно тех Которые Может быть чувствуют Что тоже Время настало Что нужно Это свое Что Тебя трогает Это Что ты был верен В чужом Долгое время И сейчас у тебя Нет своего Понимаете Что самое интересное И ты И мы иногда Я вот разговаривал с человеком И мы иногда Так как нет своего Мы по привычке Идем еще в какое-то Другое чужое Кому-то прилепляемся И ходим в церковь Куда-то И пытаемся Так же служить И это нормально Для какого-то Времени Но Бог хочет дать свое Аминь И я в это верю просто Потому что Слово его Оно не может не исполняться И он сказал Верим в малом Верим в чужом Ему будет доверено свое Поэтому я вот хочу За это молиться Чтобы мы в это поверили Что это слово к нам И просто Начали мечтать Хотя бы Для начала Мечтать Потому что все идет Из видения Все идет из того Что ты Получаешь эту картину От Бога Да Ты видишь Вот эти пределы В которые можно двигаться Да Вы посмотрите за окном Видите сколько земли Да Сколько вот этих Все Все можно забирать Понимаете Все можно осваивать Так сказать Поэтому Спасибо тебе Господь За то что ты Даешь это слово Я верю Что это слово От тебя Господь Я молюсь за тех Кому это слово Обращено Господь Пусть это слово Прорастет Пусть оно укоренится Господь Дай нам Это твою веру Господь Чтобы мы поверили Господь Что ты хочешь Дать нам Что ты хочешь Нам дать Это наследие Эту землю Обетованную Господь Этот новый уровень Отношений с тобой Господь Это духовное наследие В первую очередь Господь Это настоящее влияние Господь То какое у тебя было Когда ты на земле Хочешь Господь Наполни нас Твоим духом Господь Дай нам этой веры Господь Дай нам Держаться за это Видение Господь Дай нам не ослабевать В своих душах Господь Чтобы держаться За тебя Господь Чтобы однажды Мы смогли увидеть Господь Чтобы мы однажды Смогли Осознать И ощутить Господь То что То что То когда ты даешь Что-то Никто никогда Не может забрать Господь Ты альфа и омега Ты начало и конец Тебе слава Господь Благослови всех Нуждающихся В этом слове Господь Благослови всех Кротких Господь Всех смелых Господь Всех готовых Господь Во имя Иисуса Христа Подготовь эту армию Твою Господь Подготовь это пробуждение Твое здесь, на этой земле, во имя Иисуса Христа. Аминь. Все, с этим разобрались. Теперь хочу проповедовать у моей проповеди два названия. Первое название – это «Всею силою Твоей», а второе – «Посвящение». И это как бы об одном и том же. Я в прошлый раз готовил вас к этой проповеди, кто был. Но я много раз об этом говорил, поэтому я не хотел уже вот в этой проповеди долго внимания обращать к подготовке. Потому что смотрите, как получается. Главное заповедь, как звучит? Кто-нибудь может процитировать? Воды нет, да? Там нету в стаканчике? Ну, так у вальчик. Ну, ладно. Ничего страшного, ладно. Как звучит главная заповедь? Кто-нибудь помнит? Возлюби Господа Бога твоего. Дальше. Давай, гадим. Как снова себя. Как снова себя. Сразу концов. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей силою твоей. Аминь. Дальше, да, идет. А дальше идет. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Да, поэтому ты прям взяла первую строчку. Последний. Но уже нормально все равно. Поэтому, и знаете, как бы я мало слышал проповеди, когда прям вот разбирается вот именно вся вот эта вот... Как-то для нас вот это вот возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей силой, часто в одном конке таком возлюби его Господа весел. И без объяснений. Но на самом деле, понимаете, Слово Божие, оно как разделяет на самом деле. То есть, душою, сердцем, разумением и всей силой твоей. И есть определенные последователи. Аминь. И я вот, ну, как бы увидел, поверил, что для меня это стало как некая ступенька духовной жизни. То, что это прям ступени. Всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоей, всем силой твоей. И у меня прям вот проповедь есть на эту тему. Но это не та проповедь, которую я сегодня хочу проповедовать. Потому что тогда вообще отсюда не уйдем. Но должен все равно вот это объяснить чуть-чуть, что есть вот это вот возлюби всем сердцем твоим. Я так вкратце чуть-чуть, да? Что это вот первое, когда мы слышим о Боге, узнаем Бога, нас касается. Слово попадает. Я помню, ну, как про себя могу сказать, как вот я в центр попал, как меня сразу захватило. То есть я действительно влюбился в Богу всем сердцем. Все. Я начал слышать Слово, я начал это принимать. Я помню, я прочитал в салон Давида один, который вот он молился прямо так. Я начал молиться как он? Дай мне, Господи, возлюбить тебя неразделенным сердцем. То есть как бы вот всем сердцем. И мне эта молитва понравилась, то есть без разделения. И, ну, то есть для меня, вкратце, всем сердцем это значит принять решение. Первое решение следует за Богом. Все, серьезное решение. Настоящим. Всем сердцем. Все. Все. Действительно хочу следовать за Богом. Всею душою твоей это уже, как бы, можно назвать это душевными отношениями с Богом, да? Часто Библия нам вот про душевные отношения, она нас, ну, так напрягает даже иногда, да? Да? Что мы должны быть духовными, а не душевными. Но это тоже норма. Мы, как бы, вот всей душой тоже нужно любить. Нужно любить. И для меня это означает, вот как народ Израиля был в пустыне. То есть, когда Бог кормил, мы все, как бы, то есть это суть таких вот отношений с Богом, когда все, мы всем сердцем к Нему обратились, и мы начинаем жить вот этой повседневной жизнью, и Бог начинает проявляться в этой жизни, да? То есть Он нас начинает как бы кормить, начинает заботиться, какие-то ситуации возникают, Бог тебя тут спас, там отвел, тут что-то показал, да? То есть Он начинает говорить, и ты вот питаешься от этого, да? То есть, другими словами, это вот, когда Бог что-то делает для нас, да, наша душа, она радуется, понимаете? Поэтому наша душа, она вот женщина. Она вот, ей даешь подарки, она улыбается. Ей перестаешь давать подарки, она начинает роптать. Действительно так, правильно или нет? Ну, ты мне давно ничего не говорил, не сказал, не подарил, вообще ничего не помню, никогда ничего не было даже вообще. Ну, действительно так, правильно или нет? Действительно у нас душа, все, то есть, когда все плохо, Бог не говорит, там, ты его не слышишь, не отвечает, ты начинаешь вот жить в этом ропоте. Все, помните, как народ Израиля, даже в Египте лучше было, то есть, вот, манну дал все, ободрились, воды дал, ободрились, потом опять туда. То есть, вот наша душа, она такая, ее все время нужно задаривать подарками, да, Бог это тоже знает, и Он это делает, Он не против это делать, но Он хочет, чтобы мы дальше уже перешли на другой уровень отношений, больше, потому что, ну, о душе действительно нужно заботиться, и Он заботится о ней. И постоянно нам говорит, ну, вот душа, она будет роптать. Поэтому, если мы возлюбим Господа только всем сердцем и всей душой, этого будет мало, понимаете, то есть, как бы, ну, мы не будем вот полноценными, мы не будем совершенными, да, мы не будем завершенными, совершенными. Кстати, об этом слове сегодня тоже поговорим, что вот это вот слово «быть совершенным», оно означает быть завершенным, законченным, готовым, готовым, пригодным к использованию, да, то есть, как бы, вот, профессиональным. И, что самый парадокс? Очень интересно, что вот этот вот заповедь в Ветхом Завете, она именно так и звучит. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей», и дальше идет сразу «все силы твои». То есть, как бы, все, то есть, ты влюбляешься в Бога, и все, и ты служи Ему всей силы твоей, да. Что делает Иисус? Иисус приносит нам свет, приносит нам разум, приносит нам откровение о сути дел, открывает нам Бога, показывает нам Бога собой, да, он говорит, Бога не видел никто, единородный Сын, он явил нам Бога. Понимаете, то есть, он являет вот эту Божью красоту, Божью доброту, Божьи откровения Христа, сердце Бога, да, то есть, духовные вот эти вещи, он говорит то, что возлюбив... Представьте, я вот недавно, я люблю в интернете там всех послушать, я слушал вот раввинов еврейских, не христианских, именно вот, они очень тоже Тору объясняют, пятикнижья, очень мудрость такая мощная, да, и вот он цитирует эту заповедь, и ей что-то не хватает чего-то, то есть, он прям так и говорит, заповедь возлюбит Господа Бога сердцем твоим, всей душой твоей, и всей силой твоей, и все, и ее так что-то не хватает, а потом действительно, они же Христа-то не приняли, они же отказались его слушать, а Христос вносит вот эту вот заповедь разумением твоим, причем он ее, да, не к концу прибавляет, не к началу, вот разрезает немножко так, раз, и сюда вставляет, понимаете, да, то есть, сердце, душа, пум, разумение, и потом пошла сила, вот так вот Иисус дает нам, откровение приносит в нашу жизнь, поэтому для меня отношения с Богом, они на этом и строятся, именно когда, то есть, ты сначала, да, должен пройти вот по этому пути, да, мы знаем, закон где-то водитель ко Христу, и Верхний Завет, он как закон, как где-то водитель ко Христу, мы уже об этом много раз разговаривали, то есть, сначала к тебе все равно приходит закон, как ты ни крути, то есть, приходит просто знание, как нужно делать, как не нужно делать, заповеди, и так далее, но, вот, самая основная часть, вот это вот Христом принесенный, это свет, это разум, это откровение, которое он уже приносит, для чего? Для того, чтобы потом включилась вот эта вся твоя сила, понимаете, потому что, для меня целостный человек, совершенный человек, это вот, который смог возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, разумением понял, откровение получил, и тогда включается сила, понимаете, прощая или нет, я вот всегда думал, что же такое сила, то есть, как подключить эту силу, что это, что это значит, вообще любить, потому что мы иногда все хотим замешать, но у Бога все по порядку, понимаете, поэтому я на своей жизни могу засвидетельствовать, что я не смог включить всю свою силу, пока не пришло откровение, но когда пришло откровение, сила включается автоматически, то есть, когда ты действительно влюбляешься в Бога, уже разумение, понимать, как что движется, ты не просто слепо следуешь за Христом, ты не просто вот религиозный какой-то фанатик, а ты действительно вот, ну тебе открыто, понимаете, мы много об этом говорим, вообще, об этом нужно говорить очень-очень-очень много, вся Библия об этом пишет, потому что Павел молится за Ефесян, что я молюсь, чтобы Бог просветил очи вашего сердца, дабы вы уразумели, в чем же состоит надежда призвания его, и каково безмерно величие богатства, и так далее, понимаете, действительно, что там просветил очи сердца, то есть, открыл разумение, что такое христианство, на самом деле, понимаете, что это не просто игра в религию, что это не просто вот, там, читать Библию, ходить в церковь, что это на самом деле жизнь, жизнь, полная самой жизни, полная, как бы, событий, жизнь с направлением, жизнь с откровением, жизнь с призванием, и так далее, и я вот делюсь с вами этим, я наполнен этим, потому что я сейчас могу чуть-чуть, чуть-чуть, видеть, вот это действие Божье, когда включается, как Бог включает твою силу, потому что, ну, я не знал, как раньше, вот, как ее включить в силу, понимаете, вот, в законе написано, что ты должен включить эту силу после, души, да, сердца, душа, и потом сразу сила, но мы видим, что Иисусу, он сначала разумение, то есть, приходит откровение, поэтому первое, что я вам рекомендую, это все-таки, чтобы откровение пришло, заработало, и тогда включится сила, но сегодня будем говорить, вот именно об этом силе, что это значит возлюбить Господа Бога всею силою твоей, и у меня был вопрос, я перед Богом восстал, Бог, я не понимаю, что это значит всею силою, ну, что, вот она, моя сила, где она, как держаться за тебя, что значит сила, и опять же, мне вот направление, ответ дал, вот этот еврейский раввин, и я так понимаю, потому что они действительно много знают, и действительно много понимают, и он, когда комментировал вот это вот, всею силою твоей, он просто так, в обычном реле, он говорит, что это всем имением твоим, все, То есть я действительно начал понимать, что вот действительно, что у меня есть-то, да, то есть как бы всем, что является силой человек, действительно, вот его является силой все, что он смог, там, я не знаю, заработать, накопить, и тем, кем он стал, профессия, там, я не знаю, место, которое он занимает, вот полностью вот это вот вся сила его. И именно вот об этом я хочу сегодня поповедить, то, что, как бы вот моя мечта, моя мечта, она заключается в чем, и вот этот призыв, что же может сделать Бог, если я действительно смогу все, что у меня есть, посвятить Ему, вот, но посвятить Ему не просто вот, я посвящаю, словом, а действительно включить это все в Божье дело. И, как бы вот, и для меня это вызов, для меня это мечта, и мне интересно, потому что я знаю, что Бог поругаем не бывает, знаете, и Бог иногда ждет этих вызовов от людей, да, чтобы показать, помните, в Ветхом Завете там есть такое, что вы, там, про десятину он говорит, вы, там, меня обкрадываете, он говорит, вы проверьте меня, испытайте, вы принесите свои вот эти вот десятины, да, вот эту, потому что тут тоже нужно объяснять, что это такое, да, это не то, что, я сегодня тоже об этом расскажу, как было бы у меня, да, чтобы тоже вот этим словом десятины не начать, как бы, бить людей и осуждать, я, потому что считаю, что, я же говорю, вся сила, вот эта, да, даже десятина, да, твоя, она может включиться только, когда придет откровение, только, когда придет вот это вот просветление, потому что это не должно быть, ну, не хочу отдавать, ну, не хочу отдавать, ну, отдам, понимаете, не должно быть это так, потому что, вот это вот, ну это как бы не настоящее, потому что Бог не хочет что-то у тебя забирать, то, что ты не хочешь отдавать. Он тебе просто говорит, ты вот попробуй испытать это, принести все то, что у тебя есть к моим ногам, и что я с этим сделаю, как я это... И он про это и говорит в Ветхом Завете, то есть вы испытайте, вы тупите просто, вы даже не представляете, что может произойти, если у вас получится вот это сделать. Но для меня здесь вот очень важно именно действительно, с каким сердцем и чтобы это вот произошло в правильном месте. То, про что я говорил, что всем сердцем, всей душою, всем разумением есть откровение, бам! Только после этого он может включиться в силу, потому что нужно откровение для того, чтобы это сделать правильно. Иначе можно сделать просто религиозный обряд, религиозный акт, и потом от этого чего-то ждать. А Бог говорит, что посеешь, то пожнешь. Посеял религию, и не пошнешь ничего. Вот и все. И я вот увидел, как в Библии это все работает. Вот, например, Петр, он ведь не сразу был посвященным человеком, и в Евангелии от Луки это очень интересно показано. Никогда я раньше этого не видел, но тут Бог обратил мое внимание на это. Вы знаете всю эту историю, когда Петр оставил все и последовал за Иисусом. Когда он был рыбаком, когда Иисус пришел к берегу, и мы иногда читаем, что это вот такая первая встреча Иисуса с Петром, но это не была первая встреча Иисуса с Петром, потому что в Откровении все написано, но как будто бы это был какой-то просто рыбак, и он только рыбачил, и тут вот какой-то проповедник, и он, можно я попроповедую, да, попроповедуй, попроповедовал, а теперь закинь все эти там, и он поймал, и вот так вот происходит. На самом деле, жизнь происходит не так, потому что я вижу, что Библия не так происходила, что Петр уже знал Иисуса, и он уже знал, кого он, примерно кого, но Иисус еще не был для него тем, кем он является. Он не был Господом для него, он не был для него вот этим Христом, для него не было это открыто. Знаете, почему это видно? Там это очень просто, логикой приходим, потому что до этого, вот когда эта история идет, до этого, а Евангелие от Луки, она как раз отличается тем, что вот этот вот Лука, он был врач, он как ученый, он написал хронологию событий, и он пытался эти события все расставить именно правильно, в хронологическом порядке, потому что другие Евангелия, они могли, вот вспомнил он эту историю, рассказал, и не все могли быть в хронологии правильно описаны, но вот Евангелие от Луки, оно ближе всем, именно к хронологии, поэтому, и мы видим, что все знают эту историю, когда Иисус исцелил тещу Петра. И вот это по Евангелии от Луки в одном Евангелии написано, то, что Иисус сначала исцеляет его тещу, соответственно, он был у него дома, соответственно, он уже учил там. И Петр, ну, то есть, что я хочу здесь сказать, что Петр был учеником Христа какое-то время, но не был посвященным Христу учеником, он не был еще его апостолом. И... То есть, да, понимаете, про что я говорю, что существует время, и это нормально, да, когда мы просто слушаем, когда мы просто ходим, когда мы просто изучаем, там, и так далее. Потому что сначала Христос должен открыться тебе, кто он. Что он тебя должен, ну, позвать за собой. Потому что без этого тоже невозможно. И мы видим, что происходит, что, то есть, как Петр жил, значит, да, что он вечером мог на собрании быть или в воскресенье, да, а потом шел и рыбачил. Вот я про что говорю, понимаете? То есть, он шел, рыбачил, занимался своим делом. И вот он там рыбачил всю ночь, и тут опять Иисус, дай лодку, ну, да, конечно, что. И он дал, и потом вот он ему говорит, забрось сеть от плавину в глубину. Он говорит, ну, я рыбачил всю ночь, ну, по твоему слову, заброшу. Все, то есть, у него уже есть вот это вот что-то, что он слушает, еще не понимает, но слушается. И вот он ловит этот великий улов, и вот происходит вот это, его глаза открываются, Господи, выйди от меня, и погреши меня. То есть, он понимает, кто в его лодке вообще, кто вот этими процессами может управлять, то есть, что вообще в его жизнь пришло. И написано тогда, и приплыли на берег, и оставили все, и последовали за Иисусом. Понимаете? То есть, как бы, Петр вот именно оставляет вот это вот все, да, именно после того, как ему Иисус открывается, кто он на самом деле. Поэтому мы тоже не должны спешить здесь, да, с вот этим вот. Но это внутренние процессы, понимаете? То есть, как бы, Иисус может, я верю в то, что может открыться и на ранних стадиях, знаете? То есть, вот это вот оставить все и последовать за Иисусом, я верю, что можно на ранних стадиях. Левий сидел, Иисусом говорит, за мной пошли, оставляют все, пошел. Согласен, не знаем тоже предысторию, может, он до этого что-то слушал, не слушал, но, во всяком случае, нам уже это здесь не описано. Но я еще логику тут хотел какую сказать, вы знаете? Тут же есть тоже, ну, откровение в том, почему можно следовать за Иисусом и оставить все. Потому что одной рыбалкой можно покрыть очень-очень-очень долгое время плохих рыбалок, понимаете? Потому что за Иисусом тут выгодно тоже следовать, даже вот в этом плане. Понимаете? То есть, как бы он увидел, что, ну, вот эта вот обыденная жизнь, вот эта вот, да, когда он рыбачил всю ночь и ничего не поймал, это как символика вот жизни, знаете, тоже это как у многих людей, правильно можно сказать, то, что мы ходили во тьме, и наши жизни пустыри, понимаете? И вот это вот, действительно, вот это вот откровение, то, что я рыбачил всю ночь. Почему пустыри? Потому что всю ночь рыбачил, потому что во тьме ходишь, потому что ты не знаешь, куда закидывать, когда закидывать, там, и так далее. И всего лишь один момент, по слову, да, попробуй, ибо жизнь полна, полна радости, рыбы, плода. А что же будет дальше, понимаете? Потому что Иисус знает, ну, вот, да, он не будет, да, то есть, хорошо быть с таким направляющим твоей жизни, правильно? То, что тебе не придется делать много дурных каких-то попыток, а ты можешь просто дождаться, когда, в какой момент, куда забросить, бам, забросил, все нормально, пошли. И я думаю, что это возможно, знаете, что это как раз для христиан, что когда вот, да, если вернемся к тому, что я говорил вначале про землю обетованную, как раз это говорится о том, что, ну, если воевать под направлением Бога, то ты будешь побеждать всегда. И если Бог тебе сказал туда, сюда, мы до этого изучали Давида, да, его победы вот эти, да, как он вопрошал Бога, и у него все получалось. И поэтому, вот, это очень важный момент, именно такой практический, если кто сомневается, да, но то, что я хотел сказать, да, то, что вот Петр, ну, в итоге последовал за Иисусом. И вообще суть вот этих вот апостолов, знаете, так, апостол очень такое громкое вроде как имя, да, такое, и христианский мир весь захвачен вот этим именем, там, сейчас много там возникает разных апостолов, там, да, все пытаются вот эти вот дела апостолов, он по делам, не по делам, но по сути слово апостол это посланный, знаете, да, это то, кого Бог посылает. А знаете, почему Бог их мог посылать? Знаете почему? Потому что они все оставили и последовали за Иисусом. Вот, единственное для меня, то, что я сейчас понял, простое определение апостола, когда мы сейчас эту историю тоже посмотрим, когда вот этот вот молодой богач там был, и Петр вдруг говорит то, что мы оставили все и последовали за тобой. То есть они реально это сделали, они вот, они на практике это осознали, и он мог это заявить, может быть, даже чуть-чуть сомневаясь в этом, но он это заявил, и Иисус, он говорит, вы, последующие за мной, сядьте на двенадцати престолах, судите Израиля там и так далее, да, и всякие, кто оставил ради меня дома, жен, детей и так далее, получат в этом веке в сто раз больше, а в следующем жизнь вечер. И поэтому вот суть, в принципе, именно, ну, это нам нужно, чтобы вот ощутить вот эту силу Божью на себе, и чтобы вот к нам вот это пришло, и поэтому я сегодня о чем проповедую? Все и в силу твоей, да? То есть, и я проповедую не для того, чтобы сегодня вас судить, не для того, чтобы вам давление давать, что вы не служите всей силы, вы знаете, я это вам хочу проповедовать как мечту, которую бы мы кто-то, понимаете, я верю, что не все могут быть апостолами, не все будут теми, кого Бог посылает, не все, кто сможет оставить все ради того, чтобы Бог его посылал, но кто-то есть, понимаете, кто-то есть. Поэтому мое желание сегодня говорить именно вот, чтобы мы кого-то вот этим словом чуть-чуть давать этот вызов, да, вот к этому высшему званию, вот к этому блаженству, того, чтобы Бог мог на самом деле тебя однажды использовать полностью, полностью, потому что вот апостолов он использовал. И вот можем прочитать про одного человека. Я хотел как пример Варнаву использовать, знаете, да, Варнава? И в Библии он называет апостолом, и хотя он не вошел вот в эти 12 апостолов, и он не был так вот громко назван апостолом, как те 12 апостолов, но потом в деяниях Библию несколько раз называют апостолом. Апостолы пошли, апостолы пошли, он был апостолом. И как же он стал апостолом, знаете ли они? Кто знает, как Варнава стал апостолом? Когда освободился от недвижимости своей. Деяние, деяние, вы не подумайте о том, что я вас призываю освобождаться от недвижимости, но это нужно в первую очередь нам, а не тем, куда вы принесете вот эту вот недвижимость. Потому что, ну, действительно, давайте откроем деяние. Четвертая глава. Четвертая глава. Давайте я прочитаю прям с 32 стиха, вот прям про церковь, про ту атмосферу, которая там была. У множества же, у верующих было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим. Смотрите, то есть имение было своем, но своим не называли. Тоже важный момент. Потому что некоторые, да, можно, как будто бы цель такая, чтобы не было своего имения. Нет, пускай будет, но просто они не называли это своим, и у них было вот это вот сердце того, что они как вот один народ. Но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов. Каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Осия от апостолов, так Осия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, левит, родом киприянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. То есть, ну, вот, представляете, про каких-то людей написано, мы просто приносили, ложили там и так далее, да, а была вот эта атмосфера, да, такая, то, и куда, то вот про Варнаву написано отдельно. То, что его даже апостолы прозвали, да, погоняло ему дали, названные от апостолов, то есть он был просто Иосиф, там, да, Иосия, или Иосиф, левит, киприянин, там, да, но от апостолов они его прозвали сын утешения, представляете, то есть какую, какой погоняло, грубо говоря, дают ему апостолы, то есть это уже новое, да, то, что он даже апостолов, значит, утешал, да, то есть как бы он вдохновлял их, ободрял, то есть как бы было такое ободрение, и он, вот, ну, мне просто нравится этот пример, поразмышлять над этим человеком, то есть вот он приносит, да, продает землю, приносит ногам апостолов, то есть для чего? Суть этого в чем, да, я говорю, тема такая скользкая, и, да, может, может статься, что, ну, как будто мы должны о ней говорить, там, осторожно, или, там, да, не нужно, там, манипулировать осознанием людей, потому что действительно есть вот это вот, да, в христианском мире, и вам от этого не уйдем, когда, как бы, вот, уже нечистые помыслы идут, идёт какое-то там вымогательство денег под видом того, что на служение, там, и так далее, я знаю, что это тоже не везде, и не всё время, но, как бы, сатана, он любит эти сферы финансовые, и любит людей, там, вводить в заблуждение, но, то есть здесь, ну, что здесь для меня очень важно, что, почему, куда приносили люди деньги, куда? Вы видели меня здесь? К ногам апостолов, написано, к ногам апостолов, то есть что это говорится? Для меня это говорится о том, что это были действительно апостолы, и у людей, которые приносили, там, эти деньги, у них не было малейших сомнений, что это апостолы, то есть, кто такие апостолы? Это посвящённые Богу на 100% люди, люди, оставившие всё для того, чтобы следовать за Богом, слышать голос Божий, выполнять волю Божью, быть на 100% отданным Богу, и, понимаете, то есть когда мы просто, я уверен, что мы просто не встречались ещё с такими людьми, потому, ну, как бы, по большому счёту, не так часто можно встретить таких людей, не все люди, которые говорят, что они служат Богу, или даже делают церковь, там, или ещё что-то, не все являются вот, не все являются вот этими посланными, действительно, по-настоящему Богом, с вот этими подтверждениями, со знамением, с этим ощущением, потому что, ну, действительно, часто люди не могут принести, потому что не видят в этом апостольство, не видят в этом посвящение, существенно, какая-то мысль, что этот человек, там, да, люди из церкви живут определённым образом, а человек в этой церкви, там, живёт на пару порядков повыше, и ещё говорит то, что, там, я служу Богу, давайте несите деньги. И я сейчас не для того, чтобы, как бы, судить этого, да, этих людей, а просто говорю к тому, что это нельзя скрыть, поэтому, когда вот эти вот сомнения или мотивы возникают, они просто возникают, и всё, и тогда люди не могут, и тогда не получается то, что должно получаться, нет этой атмосферы, настоящей этой атмосферы, что человек действительно послан Богом. Поэтому очень важный вот этот момент, да, чтобы включиться, да, людям в полную силу, то есть, что я здесь вижу? То, что вот этот Варнава, он приносит это для чего? Ну, как бы, что он от этого, да, получает? Для того, чтобы быть включённым вот в это дело на 100%. Для того, чтобы внутри себя же, в первую очередь, иметь это внутреннее подтверждение, что я полностью здесь. Понимаете или нет? Давайте разницу. Не того, что кому-то нужны деньги. Мне, в первую очередь, нужно внутри меня подтверждение, что я хочу, люблю Бога, и хочу служить Богу всей своей силой, всем, что у меня есть. И я понимаю, что это очень нелегко. И это, говорю, нельзя это смоделировать, это нельзя просто вот так вот раз, и это так легко тебе дано. Это для меня это процесс. И мы видим, как, вот сегодня тоже чуть посмотрим этого молодого богача, что вот он как раз там раз забуксовал на какое-то время. Я верю, что на какое-то время. Что он захотел быть этим совершенным. Ну давайте, ладно, сейчас к молодому богачу быстренько прям по нему пробежимся. Помним молодого богача, да? Который пришёл к Иисусу и говорит, что мне сделать, чтобы вот, ну, на следующий день Иисус говорит, ну, сначала там, учите благи. Вот к нему так подошёл, учите благи. А он говорит, что ты называешь меня благием, никто не благ, да? То есть он такой вежливый, хороший парень. Что мне делать? Он говорит, что ты меня спрашиваешь, ты знаешь, что у меня заповеди. Какие заповеди? Не убей, не прелюбодися, не кради, не нужно свидетельствовать. Почитай от Саи Май. Люби ближнего твоего, как самого себя. Всё с юности сохранил. Всё с юности сохранил. Ну, действительно, искренне говорит. Вот, ну, не находит человек в себе греха. Понимаете? То есть, значит, он искренне, он... И ему Иисус говорит, нет, ты не искренне, тебе есть там, человек, иди смотри, ты плохо. Нет. У него, действительно, вот, есть вот это вот состояние, что всё это сохранил. И тогда Иисус, вот, именно в Евангелии от Матфея там так написано. Просто в разных Евангелиях по-разному написано. Он ему говорит, если хочешь быть совершенным, то есть, он увидел вот в этом человеке вот этот потенциал, вот это желание. То, что этот человек как раз не просто из обычных, да, верующих только, да, просто. А именно вот, он говорит, если хочешь быть совершенным, то есть, он увидел, что у этого человека есть это желание ещё достигать каких-то больших. Поэтому он ему и говорит то, что не просто это для спасения тебе нужно, а именно именно для того, что если ты хочешь полностью совершиться, да, возлюбить Господа всем сердцем, душою, разумением и силою твоей, иди. Иди, продай всё, раздай деньги нищим. И там дальше ещё такой момент написано. И тогда будешь иметь сокровища на небесах. Вот тогда иди и приходи и следуй за мной. То есть, я вот тут вот вижу вот эти вот моменты, то, что если хочешь быть совершенным, если хочешь дальше, если хочешь действительно вот прочувствовать в этой жизни то, что можно в ней прочувствовать, полное служение Богу, отдачу Богу, посвящение Богу, тогда ты должен вот ещё вот от этих вещей, от своих избавиться. Именно, да, чтобы вот как Варнава, да, то есть как бы он не попросил приносить деньги мне, да, Иисус, он мне сказал, иди, сделай вот это. И он говорит, когда ты это сделаешь, когда ты вот этим вот займёшься, когда ты увидишь, всё, почувствуешь себя без какой-либо опоры только вот на свои финансы, он говорит, ты вот эти дела сделаешь, ты обретёшь сокровища на небесах. Когда ты вот этот процесс пройдёшь, он ему говорит, то ты другой человек станешь, другими словами, понимаете? Потому что мы иногда хотим следовать за Богу, будучи одним человеком. Но на самом деле по-настоящему за Богом можно следовать вот уже именно другим человеком, и другим можно стать только пройти вот этот вот процесс, понимаете? Поэтому мы иногда не понимаем, как это может быть, думая про вот это, да, где мы ещё не находимся просто. Поэтому он ему это и называет. То, что когда ты вот это сделаешь, то, что я тебе сказал, ты обретешь сокровище на небесах. Ты почувствуешь вот эту, ну, как я вот, да, интерпретирую, что такое это сокровище на небесах. То есть ты почувствуешь вот эту силу веры, доверия Богу. То есть у тебя уже будет духовное сокровище, невидимое сокровище, да. То есть ты уже почувствуешь вот эту силу правильного сердца перед Богом. Сердце, посвященного Богу. Понимаете, что это совсем другое. Мы не можем это почувствовать, пока мы туда сами не придем, не окунемся. И я верю, что Бог влечет к этому людей. Ну, как бы, вот, меня к этому, как бы, влекло, но и влечет, и я вот про себя точно скажу, что, ну, я сейчас начинаю чуть-чуть прикасаться, как бы, к этому просто, потому что, вот, Бог дал эту возможность, это откровение, это видение, что, вот, у меня есть сейчас буквально эта возможность пытаться, я даже это скажу, не делать, а пытаться подключить всю свою силу в Божье дело, потому что я верю, что это Божье дело, я поверил, что это Божье дело, я не могу даже сказать, что это Божье дело вам, да, понимаете, потому что о том, что это Божье дело, может свидетельствовать только Бог, только время, плоды и результаты, но верить в то, что это Божье дело, я имею право, я для Бога верю самое главное, вот именно вот это вот невидимое, да, когда ты веришь в невидимое, того, что еще нет, И ты называешь это невидимое существующим, и можешь сюда всю свою силу приложить, да, все свое имение, попытаться не играться просто, да, в христианство, да, не что-то просто пробовать, да, не просто учиться служить Богу, как мы раньше были, например, да, как вот я в Рету был. Я понял одно, что для многих и для меня тоже нет возможности, будучи, например, в такой организации, как Рету, полностью посвятить жизнь Богу, возможности нет, потому что с виду это вроде как так выглядит, все, ты все свое время, всю свою жизнь вроде как посвящаешь, но, у тебя существует но, у тебя существует твоя жизнь дома, и еще родители, что-то там, что лежит на что, на черный день, правильно, там квартирку разменяют, там недвижимость, какая-то там, папа ждет работа, если что, на крайняк, то есть всегда есть вот этот вот какой-то крайняк, крайний случай, то есть всегда есть какая-то нереализованная возможность, чего-то, да, какая-то вот, и тогда ты не можешь просто, потому что я говорю, для того, чтобы это ощутить, это осознать, что ты полностью включен в Божье дело, нужно вот действительно вот это вот взять и принести, да, ну или раздать там, да, нищим, как вот Иисус предлагает поступить, я думаю, молодому богачу, ну, предлагает так поступить, хочешь быть совершенным, тогда вот тебе задание, сделай вот это, и тут написано, отошел опечаленный, да, потому что был сильно богат, потому что, ну, не так-то просто ему, поэтому, для многих из нас существует это ободрение, знаете, что, ну, может быть даже как для апостолов, да, Петр говорит, да, мы вот действительно все оставили, ну, и у него действительно не так много было что оставлять, поэтому иногда очень хорошо, когда у тебя не так много для того, чтобы что-то оставлять, Это действительно хорошо, правильно? Иисус, он эту бедную вдову, которая две лепты принесла, он тоже говорит, она положила больше всех. Но ей и не трудно было, правильно? Ну, две лепты. Потому что, ну, действительно, чем у тебя больше, тем тебе будет труднее это все как бы принести для того, чтобы это по-настоящему ты имел внутри себя вот это подтверждение, служить Богу. И опять вот к этому варнаве. То есть, представляете, как Библия его высоко ставит вообще, как Библия, как Слово Божие вообще вот этот поступок ставит очень высоко. Вы знаете, кем он в итоге являлся? Он являлся учителем Павла, он являлся руководителем Павла долгое время, что Бог дал ему такую благодать. Вот я вижу, в чем вообще там фишка была. То, что он вот был искренним, он действительно это все принес к ногам апостолов. Апостолы его прознали, ну ты машина вообще. Он нравится своим утешение, они ему просто сказали, ты машина вообще. А это кто это? Машина варнава, да? И про него вот так говорили, он действительно был вот этой вот, ну, машиной, духовной машиной, настоящей, потому что даже они, может быть, не сделали так, как сделал он, понимаете? Потому что у них не было столько, сколько было у него, но он полностью вот так влюбляется в Бога, так ему открывается, так он хочет быть в этом, полностью присутствует, что он это делает. И он это делает по-настоящему, не играясь, и Библия нам за него свидетельствует. Потому что мы сейчас можем тоже прочитать негативный пример этого, и нам его тоже нужно знать, когда люди начали играться с этим. Именно играться. Поэтому, если время не пришло, не нужно в это играться. И сегодня, поэтому я говорю, не хочу судить, не чувствуете никакое осуждение, что кто-то может, кто-то не может, и так далее. Мечтай, мечтай когда-то в своей жизни найти себя служащим Богу совершенным. Может быть, да? И я верю, что у Бога для этого есть естественные процессы, и не нужно для этого вот с ума сходить и быстрее идти там. Все, мама, алло, давай квартиру меняем. Я хочу Богу служить сейчас приносить. А нас тут закрыли, да, тут ОМОН приехал, у них все кто там, да, люди деньги несут. Нам, ну, вообще не охотим, понимаете? Но, я же говорю, что вот я вижу чуть-чуть, вот я про Раду чуть-чуть начал говорить, что как, понимаете, как мне там даже этой возможности не дали. Мне никто не сказал, что это можно и что это нужно, что давай вот как-то, да, что если хочешь больше, давай вот все. Все, прям там, там больше скажут нам, ничего не надо твое, да, грубо говоря, ну, можно так сказать, да, все, ты давай вот Богу служи и все. В твоем ни в чем не нуждаемся, но здесь мы видим, что вот у него была такая благодать благословить апостолов, благословить церковь, полностью прийти в это, окунувшись с головой, и он стал этим человеком. И я говорю, Бог ему дает вот это вот, представляете, то есть, когда его апостолы прозвали сыну тишения, да, то есть дают ему, что ты настоящий, ты молодец, ты духовный, и дух сходит, и он начинает двигаться по духу, Бог ему дает такое откровение привести Павла. Вот представьте, Павел был убийца, гонящий церковь, и написано, когда он хотел пристать к апостолов, они его прятались все, потому что не верили просто, представляете? И, а вот у Варнавы такое сердце было, что он взял и поверил Павлу, понимаете, пришел, рассказал апостолам его свидетельство, положил свою руку, и я за него отвечаю, он сказал, понимаете? И он настоящий, я верю, я вижу, понимаете, и Бог дал ему это мнение высказывать, понимаете? Это очень важно, высказывать свое мнение, быть вводимым духом по-настоящему, вот, ну, в каком-то деле Божьем, и это, потому что некоторые люди, они могут хотеть высказывать свое мнение, или обижаться на то, что его мнение не служит, но это совершенно естественный процесс, ну, что мы иногда хотим мнение высказывать, хотим, чтобы нас слушали, но свидетельства нету вот этого, что, понимаете, что Бог тебе позволяет двигаться вот по тому духу, в котором ты находишься. Понимаете, это очень важно, понимаете, про что говорю, нет? Потому что вот у Варнамы было вот это сердце доброе, просто доброе сердце, и он поверил этому Павлу, и подписался за него, и для меня это может являться очень большим ключевым моментом, то есть, что для какой было для Павла свидетельство, попасть к апостолам именно в это время, он, понимаете, как важно иногда просто получить это вдохновение, чтобы дальше продолжить служение, аминь? И вот Павел, он получает вот это вот вдохновение в своей жизни, чтобы ревностно продолжать служение, потому что все, что у нас есть в нашей жизни, я вам говорю, это время, понимаете? Время, продуктивное время, и поэтому если просто потерять часто время, то терять можно вообще быть не тем, кем ты можешь стать, понимаете? То есть, если бы он потерял на этом этапе, может быть, время, и вот это вот, да, мне бы не оказались вот этого Варнавы, он бы не стал Павлом. Он просто мог не стать Павлом, не успел бы стать Павлом, не разогнался бы до такой степени, чтобы стать Павлом, не поверили бы, вот, сам бы не поверил в себя. Поэтому важный момент, понимаете, для меня вот этот Варнава очень важный момент, что вот именно потому, что он включился полностью, это привело к тому, что и Бог ему говорил, и он верил, что ему Бог говорит, и он делал так, как Бог ему говорит, и люди принимали то, что он делал, понимаете? И это было принято всеми, Библия нам за это свидетельствует и фиксирует. И мне он дальше очень нравится. Вы помните, когда он с Павлом поругался? У них произошло великое огорчение из-за Марка, племянника вот этого Варнавы, которого они первое путешествие брали с собой, и он там, ну, заднюю включил, оставил их. И Павел был настолько, как бы, вот, уверен, что его не стоит брать, а Варнава настолько был добр в своем сердце к этому, он мог принять вот эту слабость этого человека в том, что он тогда не поддержал их, и даже оставляет Павла. Представьте, оставляет Павла, они разделяются, и, да, он уходит, и даже вот уходит в безвестность, но поддерживает этого молодого человека, чтобы он тот, да, просто, просто, просто поддерживает. И мне очень нравится, что в Библии можно, там, вот, можно прочитать, что это принесло свой плод и свой результат, потому что Павел в конце своей жизни, я не помню, кому он пишет свое письмо, он говорит, приведи с собой Марка. Ну, то есть, вот этого вот Иоанна Марка, он говорит, он нужен мне для служения. То есть, для меня это, знаете, это как памятник Варнаве, понимаете? Павел хочет в конце своей жизни показать, что, ну, вот, какой Варнав он молодец на самом деле, что вот он поддержал этого парня и воспитал его дальше, и тот, наверное, как бы остался. И, может быть, даже тем самым Павел так между строк, говорят, неправ был чуть-чуть, переборщил, другими словами, но это все Божья воля, да, и нужно было им, я верю, да, что им нужно было разделиться, Бог использовал, может быть, эту ситуацию, это разное видение этих двух мужей на эту ситуацию, чтобы вот их разделить, чтобы, может быть, было более продуктивное и эффективное служение. Не знаю, на небе узнаем про это полностью. Но мне нравится так думать, знаете, что вот, потому что Павел, он очень жесткий был, и что он мог вот, ну, именно быть таким ревностным к служению, что даже вот забывать про любовь, да, про любовь к людям, про любовь к личности. И, наверное, вот, когда постарше стал, стал старым, он так между строк извиняется за свою жесткость, что приведите ко мне Марка, он мне нужен, он говорит, да, он мне нужен для служения, то есть он полезный человек. Вот, ну, о чем мы говорим, да? Ну, мы говорим сегодня о Варнаве. И вот, да, о Варнаве, мы говорим о всей силе, о полном посвящении, о полном служении, о том, что нужно об этом просто мечтать. Это то, что я сегодня хотел посеять в чьи-то сердца, просто об этом мечтать. А может быть, есть люди, которые уже находятся на пороге этого, да, и им просто нужно какое-то тоже подтверждение там и так далее. Но просто я понимаю, что это нужно нам самим. И просто вот прожить такую жизнь, знаете, быть христианином уже даже, и не испытать полного посвящения для меня, это немножко как бы промах. На самом деле промах, если да, был, был рядом и не испытал, что это такое. Что это такое по-настоящему пойти за Христом? Что это такое по-настоящему быть водимым духом? Что это такое, что Бог может сделать через то, что есть у тебя, если включишься ты? А теперь представьте, что Бог может сделать со страной, с миром, если будет группа таких людей. Все молятся и хотят, там сейчас, я говорю, модно так, да, вот это вот пробуждение ждут, русского пробуждения. Но вы знаете, что основа этого пробуждения посвященные люди. Определенное количество просто по-настоящему отданных Богу людей полностью, не играясь в это. Не играясь по-настоящему, которые за дня в день или там, или за день говорят, Бог, все мое, твое. Я хочу, чтобы вот, ну, в твоем быть полностью. И, а вот давайте, негативный пример, чуть-чуть негатива. Пятая глава, Деяния, с первого стиха. Некоторый муж именем Анания с женой своей сапфирую, продав имение, утаил из цены сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел? Не твое ли было? И приобретенной продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твое? Ты солгал не человеком, а Богом. Услышав сии слова Анания, пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это. И, встав юношей, приготовили его к погребению, вынес и похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что и ты согласилась выискусить Духа Господня. Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила Дух. И юноши, выйдя, нашли ее мертвую. И вынес и похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Да, то есть вот такая история происходит. Я из нее постоянно какие-то выводы беру, и духовные, и физические, и так далее. Но для меня здесь суть, она, мы часто, как люди, иногда пытаемся так поступать. Бывает, что как бы для нас вот это показаться перед людьми, теми, кем мы еще не являемся. То есть там проблема была в всем, что они еще не являлись теми, кем хотели показать, что они являлись. Понимаете или нет? То есть дело не только вот в деньгах, в продаже там и так далее. А именно вот в этой выглядеть перед людьми. А, Варнаву принес, а эти принесли, и все. Это я начинаю... Понимаете, поэтому я говорю осторожно. Не нужно делать то, что ты еще не готов делать, то, что ты еще не хочешь делать, то, что еще не время делать. Поэтому и Петр говорит, не твое ли было вообще? Понимаете, ну ты принеси сколько ты можешь, и все. Но ты решил вот это вот показать, что ты духовный, а на самом деле ты не готов еще к этому, и поэтому вот он умер. Поэтому, и понимаете, и вот нам в деяниях, да, очень сильный вот этот пример, такой он как негативный, такой смерть. Действительно тяжелые такие вещи произошли, на всех напал страх. Но это очень хорошая такая штука, то есть все зауважали. Понимаете это? То, что не каждый еще может принести что-то в служение, понимаете? Не каждый, не каждому это дано. Поэтому я сегодня говорю, об этом мечтать надо. Нужно еще апостолов найти, да, которым это все принести, которые по-настоящему служат Богу, да? И еще принести как бы вот, ну, с правильным сердцем, грубо говоря. Поэтому это целый процесс. Это, ну, серьезные вещи. Но, но апостолы существуют, я в это верю, существуют посвященные Богу люди. И я даже верю, что они есть среди нас. А, как вот Петр был, да, с Христом. Да, истинно, мы вот оставили все, из кого пошли. Все, вот. Поэтому он и назвал их апостолами, что они вот так вот поступили, так делали, так жили. И смогли это сделать, им было это дано. Понимаете? Он же говорит, не вы меня избирали, а я вас. Правильно? Поэтому здесь очень важные вот эти вот духовные моменты. Мы не должны торопить события. Вот. И я вот чуть-чуть как бы вот даже, ну, про себя хотел, такое небольшое свидетельство, раз уж вот эта тема пошла. Я его как бы тоже так, не знаю, достаточно осторожно мне его нужно говорить. Потому что, вот, помню, вот ходил в церковь, да, на протяжении, там, этих, да, у меня есть период, 10 лет, и где я просто ходил в церковь, и жил, там, зарабатывал, накапливал силу, как я сейчас понимаю. И был такой момент у меня, что, ну, есть, да, в церковь, в десятины, там, да, и мне было, пока я зарабатывал немножко, ну, так, мне не трудно было примерно десятину туда приносить. Но я помню, когда у меня там что-то вот получилось, то, что я понял, что у меня сейчас получится заработать, там, и я еще даже не заработал, но когда я понял, что я заработаю, там, и так далее, я даже Бог просил, Бог. Я говорю, ты помоги мне десятину отдать, я зажму, говорю, я не смогу, это труднее менять, слишком большая сумма, я не смогу его вот так вот выдернуть просто, да, и просто вот положить. Ну, и что вы думаете, я не смог, поэтому я не хочу вам сказать, что, ну, и мне нравится, но самое главное, что мне нравится, что я все-таки это перед Богом поставил, и Бог видел, ну, ну, действительно, есть что-то, что сильнее меня, ну, ну, не могу, ну, тут как бы еще, в чем процесс-то, то, что, ну, я не получил там эти деньги все, да, чтобы я мог там раз десятую часть, я даже думал, что вот, я даже говорил, что, ну, вот если я их получу, все вот прям, да, сам не отдадут, то тогда мне не трудно будет десятую часть отдать. Но так как я их и не получил, и даже половину не получил сразу, чтобы это, ну тогда я и не смог. Потому что это, ну очень трудно на самом деле, как ты бизнес ведешь, даже десятая часть бизнеса, это могут быть приличные деньги, которые нужны просто вот в этом обороте. И вот я попал вот в такую штуку, я как бы жил, что вот ну я не смог, я там и так далее. Ну в определенной там сумме я был верен, я нашел Библии, где можно там откладывать, сразу начинаешь думать, что десятина это немножко не то, что мы думаем, и это можно по-разному учитывать. Но действительно вот, ну если кому нравится, могу вот такой момент, такой про десятину сказать, вот действительно десятина, да вот у тебя сто овец стало, да, вот например ты начал заниматься овцами роста, у тебя в первый год сто овец стало, да, ну десятина, десять овец, да, ты раз десятину отделил, все отдал. А на следующий год у тебя так же сто осталось, ты должен отдавать или нет десятину? но осталось что не увеличилось не стало 200 не стало треста то есть осталось тоже количество которых тоже отдавал 10 ну поэтому я говорю то что вопрос достаточно такой поэтому ну и я думаю как бы вот не хочу тут много говорить но не все что там мы зарабатываем вот и есть просто вот ну а человек который просто все проедаете ему даже если он десятил там отделит ему уже не хватка будет в жизни не оденется не поет поэтому есть действительно есть приношение там и так далее то есть павел там советовал и он коринфянам он говорит вы просто каждую неделю там каждое воскресенье откладывайте что вам не трудно да вот эту вот часть а потом когда я приду вы мне отдадите там и так далее то есть вот таким образом предлагал им поступать ничего не говорил там про десятину там и так далее но поэтому для меня даже вот эта десятина на самом деле это больше как раз является вот этой силой моей то что именно вот это больше наверное касается каких-то людей которые занимаются там бизнесом бизнесменами да вот например у него произошел этот прорыв какой-то он перешел на другую ступень вот здесь стоит сказать бог ты меня благословил и я хочу это чтобы ну как бы да отдать эту дань уважения да и как до почтения и то что ты перевел меня на другой уровень и вот представьте да если все христианские ну или вообще бизнесмены они вот так двигались то тогда всем и церковь бы существовала намного лучше да и они бы чувствовали себя намного лучше у них было больше вот этой вот внутренней силы да достигать каких-то других уровней в бизнесе там в том же своем что бог с ним потому что его сердце оно правильное перед богом он как бы вот прав перед богом понимаете это очень важная штука это и есть как бы сила быть правым перед богом и я даже верю что вот то что и поэтому когда вот мы начали да бог призвал к служению как я верю дал эти все символы моменты открыл видение дал людей дал помощников вот это вот даже деньги которые как будто мои да я смог со спокойным сердцем не возгордившись грубо говоря просто пустить в служение это и для меня это явилось в первую очередь ну что ну все я просто делаю то что должен делать и все потому что вот но я свое время не сделал я как бы это час и вы видите опять по твой радость испытываешь потому что ну на самом деле как будто бог вышел тебе навстречу чтобы помог тебе сделать то что ты не можешь сделать вот у меня это так и я когда изучаю там читаю библию смотрю там на авраам а у него также произошло знаете когда авраам первый раз десять минутам когда он царей победил когда он брата вызволил он победил царей написано возвращался назад и выходит к нему мелхиседек с хлебом и свином и он ему отдает десятину понять поэтому для меня вот это вот до возможность отдать богу десятину возможность по настоящему как бы да поучаствовать в божьем деле вот так по-настоящему это еще бог должен помочь сделать выйти навстречу то есть вот там как мелхиседек он выходит навстречу аврааму этот сердце то есть понимаете да то есть для него подтверждение сам бог берет еще его десятину понимаете еще берет поэтому тут очень важный момент мы видим как пётр до реагировал как как апостолы отреагировали на варнаву до назвал его сыном утешение дав ему эту позицию и как пётр реагирует вот на ананию и сапфиру на самом деле вы зачем вы что сделали то есть да и а по сути то можно ну ладно принесли положите тоже пойдет понимаете и вот часто вот я вижу что в христианском мире она все так намешано знаете вот принесли слава богу больше лишь бы больше там и так далее но мы видим что настоящая церковь она как будет тоже не все принимает не все не все бог принимает поэтому я просто вот сегодня вам про это рассказывал и так вот но чуть-чуть свой пример да то что я увидел что бог все-таки дал мне эту возможность давайте для меня это вот то что я смог вот эту свою силу которая накопилась там за какие-то годы включить в божье дело а то что божье дело это же внутри меня свидетельство правильно тогда я взял сам себе принес и начал на это пользоваться ну немножко так но но зато чувствуешь чувствую что когда бог эти вещи открывает показывает чувствую что это настоящее и мне интересно очень интересно что же из этого может получиться но умнее но я так же думаю что чем же сможет получиться если у нас будет много будет много и мы по-настоящему как бы поверим в то что у бога есть для нас дело у бога есть для нас вот этого земля обетованная вот эти вот пределы да вот это вот да испытайте меня испытайте да вот что для нас существует этот вызов действительно однажды стать совершенными да совершенными законченными христианами целостными да действительно по-настоящему теме кого бог может направлять кому бог может говорить мне так нравится вот когда смотришь вот ну ничего вроде такого про варнау не написано но потом они когда молились написано служили в одной церкви в антиохии там с павлом там дух святой проговорил этих я посылаю да и все то есть но все потому что бог может посылать тех только тех которые посвятили ему которые отданы и которые действительно не играют в это действительно настоящий все наверное на этом я закончу еще вам прочитаю один стих 1 и она он по-другому не открылся ну как-то прозвучал просто просто знаете иисус он говорил то что просите и дано будет просите во имя мое и дано будет и все вы попросите я дам вам знаете когда это говорит иисус а здесь говорит апостол иоанн это третья глава 21 стих то есть понятие разницу когда сам господь говорит иисус да то есть ну понятно уровень там он нам что-то говорит мы там что-то слышим что-то не слышим хорошо уверен там и так далее а здесь уже говорит человек который достиг этого который почувствовал что это такое иметь сердце правое перед богом 21 стих возлюбленный если сердце наше не осуждает нас то мы имеем дерзновение к богу и чего не попросим получим от него потому что соблюдаем заповеди его и делаем благоугодное перед ним я вот ну мне хочется я я как будто бы вот чуть-чуть почувствовал что это такое когда действительно и можешь хотя бы мечтать об этом что-то этого достигнешь когда-то или вот оно близко уже когда действительно твое сердце не осуждает тебя как действительно ты имеешь дерзновение перед богом просить то что ты хочешь у него то что потому что то что ты хочешь это перевязано с тем что ты делаешь а то что ты делаешь ты это он это ты все что он делает внутри тебя и все что ты делаешь это внутреннего об этом иисус намного проповедовал прибудьте во мне я прибуду у вас и так далее тогда чего не попросят там и тогда то есть вот сегодня такое слово мясное я надеюсь да для кого-то что действительно ну существует совершенство существует завершенность существует вот это вот состояние в котором мы можем пребывать в уверенности перед богом ходить делать его дела быть посланными видите это другие будут видеть там и так далее все вот это вот оно реально на самом деле реально но нужно мечтать об этом и все поэтому сегодня просто мы об этом больше мечтаем смотрим на это ставим перед богом и будем искренним перед богом просто говорим ему так как есть что мы можем что мы не можем аминь отец небес